Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Советскому автопрому было чем гордиться. Мы делали надежные автомобили, а если они еще имели и военное назначение, им не было равных во всем мире. Итак, ЗИЛ-131. Трехосный, полноприводный потомок работяги ЗИЛ-157. Позаимствовал от своего легендарного папаши лучшие черты. Колесную формулу, неприхотливость и сверхпроходимость. Год его рождения 1966. Изготовитель – столичный автозавод имени Лихачева. Дизайн кабины характерен для всех ЗИЛовских грузовиков того поколения. Лобовое стекло панорамное, но состоит из двух половинок. Над крышей закреплен багажник. Фары защищены решетками. Кузов деревянный, откидывается только задний борт. По бокам пассажирские скамейки, они убираются. На полу кран, который устанавливается на передний бампер и позволяет с помощью лебедки поднимать тяжести. Между кабиной и кузовом ящики для всякой всячины. Слева и справа подвешены 170-литровые бензобаки. Автомобиль способен передвигаться по любым дорогам и там, где их нет. Перевозит от 3,5 до 5 тонн груза. Клеренс внушительный настолько, что можно разглядеть трансмиссию. Колеса односкатные, с увеличенными грунтозацепами и системой подкачки шин. Мосты работают от двухступенчатой раздатки и пятиступенчатой коробки передач, связанной с двигателем герметичным сцеплением, которое не допускает пробуксовки при погружении в воду. Межмостовые дифференциалы блокируются. А если машина застрянет, следующее за ней может подтолкнуть. Для этого есть специальные скобки. Чтобы заглянуть под капот, нужно залезть на бампер. V-образный восьмицилиндровый бензиновый мотор объемом 6 литров выдает 150 лошадиных сил. Расход топлива около 50 литров 80-го бензина. В экстремальных ситуациях становится практически всеядный и работает на всем, что горит. Вся электрика герметична. В кабине три места. Водительское отделено от пассажирских и регулируется. На полу масса рычагов для управления трансмиссией. К привычным приборам добавлен манометр. Мощный гидроусилитель позволяет легко поворачивать колеса даже на месте. Эти машины не только служили в армии, но и работали в народном хозяйстве и в пожарной охране. Полвека этот простой и достойный автомобиль стоял на защите нашей Родины. Несмотря на несложную конструкцию, он успешно справлялся с задачами, для выполнения которых и создавался.